Алексей, а в интернете прочитал ты там, что ты говорил, что вегетарианец, мясо не ешь. Да, мясо вообще не ешь никакого. А это разве как-то, ну, на восстановление не влияет? Наоборот, положительно влияет на восстановление. А почему? Вот так можно? Ну, давай объективно. Белок вызывает процессы гниения в организме. Это аксиома. Животный? Или любой? Любой. Продукт расклада белка что у нас, не знаете, да? Аминокислоты. Аминокислоты это как одна часть. Ну да. Маленькая. Причем, в зависимости от белка, там 12 аминокислоты, 10, 8. Разные белки. А всегда, всегда, всегда продуктом расклада белка являются мочевина, аммиак, тинол, разные отравляющие, токсичные газы и питание для несимбиотной микрофлоры. То есть, для, скажем, микрофлоры, которая вызывает процессы гниения в нашем организме. Симбиотная, скажем, микрофлора, да? Вот, почитайте Уголева. Я, в принципе, говорю всем. Кого почитать? Академик Уголев. Ага. Вот, 91-й год, теория адекватного видового питания. Он изучал микрофлору, да? Он вообще пытался его, скажем, микрофлору как отдельный орган в этом организме вывести. 2,5-3,5 килограмма. Она, значит, вот должна в нормальном виде, ну, вот когда у нас как бы развита, она должна быть весить примерно 2,5-3,5 килограмма в организме, да? Она синтезирует все виды гормонов, аминокислот, пригормонов. Это умная биохимическая машина, которая позволяет нам быть здоровыми и счастливыми. Я, вот, лично для себя. Вот, когда я еще ел мясо, я делал всего 220 килограмм. Но я добавлялся аминокислотами, минералами, креатином, потому что у меня реально не хватало энергии. Представь, есть мясо, ребята, я сделал 320 по кругу. Без аминокислот, минералов, витаминов, ничего не ел вообще. Просто питался салат, фрукты, овощи. Легко. Я забыл, что такое вообще болит желудок. Забыл. Сначала ел молочку, конечно. Немного ел. Потом перестал и молотую. То есть вы как веган. Да? А вареную тут? Вареную ни в коем случае вообще нельзя. Каша? Ну, кашу, ты знаешь, зимой, конечно, приходится корректировку делать питания, да? Вот, в принципе, по поводу каши, правильно, значит, вопрос задал. Но летом, летом-то, ребят, на самом деле, у нас есть возможность есть свежие фрукты и овощи, да, быть сыроедом, да. Попробуйте просто, я пропагандирую здоровый образ жизни, ребят. Если вы попробуете, вам может понравиться это. Вот мне понравилось, у меня сестра, я говорю, то есть это такой эффект, ну, забеременела у нее сестра, она не может забеременеть. У меня, ну, куча ребят, у меня, значит, тренер, 65 лет ему, он 120 на скамье, пожалуй, перестал есть. А как же восстановление, вроде как всегда говорят, мясо, пихи, да, стереотип, про восстановление, как же спортивное питание, сыроедом? Вы от мяса больше, смотри, сейчас объясню, давайте объективно, сравните, нет, это сравните пещерительную систему хищника, травоядного и нас, на ком больше похоже. У нас челюсть, она у нас перемалывает пищу, она у нас неспособна, чтобы, как бы, Слон, я сам езжу. Да, но фишка в чем, то, что у нас разные пищевые тентра, то есть у нас разный желудок. У травоядных, он там, там, значит, низкокамер, собственно, от... У нас обычный, собственно, желудок, да, поэтому мы не травоядный и не плодоядный, мы плодоядный. Потому что в плодах, вот, как раз, вот, очень высокая энергетическая ценность продукта. Не, ну, я не потерял ни грамма, то есть того вес, который мне, запомните, вес, который вам нужно, вы его не потеряете никогда. А вы рыбу не бух? А вы рыбу не бух? И рыбу не бух. Парни, вы знаете, что я вам скажу покрупнее насчет функциональности? Я был 152 килограмма, все смотрится страшно, задыхаешься на сороковой секунде, зацепить невозможно, удар превращается в толчок, то есть это все только для кино. Мясо грим, но он сейчас еще меньше и меньше. Ты понимаешь, я здесь еще скажу, когда ты молодой, наверное, смысл есть много кушать, потому что набирать, вот, оно помогает реально быстрее набирать. Но с возрастом, чем старше становишься, надо тем больше и бережнее к здоровью относиться. Те, кто сознательно принимает такой выбор, понимаешь, ну, ребят, для того, чтобы следить вот за этими всеми делами, надо иметь нормальное образование или очень хорошего тренера. Потому что эксперименты со здоровьем, понимаете, он общается, у него у самого блестящее образование, потому что методом тыха ничего, кроме вреда, не даст. Все, парни, пожалуйста, освобождаем, давай. Все, ребята, всего доброго, спасибо.